Масленица. Традиции на каждый день праздника. Масленица – древний славянский праздник, посвященный концу зимы и весеннему пробуждению природы. Каждый год она отмечается в разное время года в зависимости от Пасхи, которая в нынешнем году пройдет 19 апреля. Соответственно, Масленица будет 24 февраля, а закончится 1 марта. Самая основная традиция Масленицы – выпекание блинов, символизирующие солнце. Кроме того, пекут оладьи, пироги, сырники, пончики и булочки. Понедельник – встреча. В этот день обычно уже подготовлены все горки, качели, балаганы, чтобы можно было начать игрища. В первый день Масленицы начинается катание с ледяных горок. Однако в понедельник принимать участие в этом веселом развлечении могут только дети, которые распевали задорные песни и частушки, прославляющие Масленицу и скорое наступление весны. Взрослые же в это время занимались последними приготовлениями к предстоящим масленичным заигрышам. Мужчины доставали балаганды для выступлений, а женщины готовили вкусные угощения и блины. Утром в первый день узкой Масленицы свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером же сами приходили к сватам в гости. Вторник – заигрывание. Его еще называли заигрыш. В этот день народ устраивал на улицах представления, участниками которых были Петрушка и Масленичный Дед. Традиционный Дед Зазывака. По улицам ходили ряженые в масках, заходившие в знакомые дома, чтобы петь и танцевать. Строили снежные и ледяные крепости. Народ качался на качелях, пел песни. Заигрыш. Все женщины собирались в корчме, а после гуляния в корчме все выходили на улицу, устраивая веселые забавы, которые длились почти весь день. Среда. Лакомка. В этот день хозяйки хвастались столом, накрытым разнообразными блинами – гречневыми, пшеничными, ячменными и овсяными. Кроме того, на столах присутствовали лепешки, ватрушки, яичницы, кисели, клюквины и овсяны. Готовили на лакомку также сырницу, творог с маслом, переложенные слоями. Четверг. Разгуляй. В этот день прекращались все работы и начиналось большое празднование. Устраивались захватывающие кулачные бои, спектакли, разыгрываемые в забавных костюмах. Можно было поучаствовать в протягивании каната. В четверг гуляния набирали настоящий размах. Разгуляй считается днем, когда нужно разрешать все конфликты. Это был день перемирия, ведь вступать в Великий пост нужно только после устранения всех обид и разногласий с ближними. Последний день для этого будет прощенное воскресенье. Пятница. Тещины вечерки. В пятницу было принято приводить только в кругу семьи и близких друзей. В этот день зять должен был позвать тещу в гости и угостить ее собственноручно приготовленными блинами. Суббота. Золовкины посиделки. В этот день принято было приглашать в гости родственников мужа. Если сестры супруга были незамужними, то жена звала и их. А если заловки были замужними, то приглашать замужних родственниц и со стороны невестки. Еще в субботу невестка должна была одарить заловок подарками. Воскресенье. Большое, прощенное воскресенье. Начинался день всегда с того, что все просят у друг друга прощения за причиненные обиды, чтоб скрепилось троекратным поцелуем в щеки. После этого начинались песни и пляски, обильные пыршества. Вечером же было принято устраивать проводы зимы, для чего сжигалась соломенная чучела масленицы.